Два лучших спектакля участников фестиваля «Театральное привожье» покажут на 21-х кнопках в ПФО. Победители определят уже в марте. Сейчас видеоверсия спектаклей может посмотреть любой желающий на сайте проекта. Всего 28 постановок. Половина – работы детских студий, вторая часть – постановки молодежных и взрослых коллективов, среди которых и Народный театр «Маска» от Мариэл. Был день, но почему-то было очень темно. А мама стояла как каменная, она боялась плакать. Боялась, чтобы я не разревелась. А у меня тогда была одна мысль – на фронт! На фронт! На фронт! У войны не женское лицо. Однако в годы Великой Отечественной девушки и женщины нередко сражались наравне с мужчинами. Долгие годы эта тема оставалась без внимания, пока советская и белорусская писательница Свердлана Алексеевич не опубликовала воспоминания женщин-солдат в одном из журналов. Затем появилась и книга-очерк «У войны не женское лицо». «У войны я так изменилась, что мама меня не узнала. Дошла к дому, постучала. Ответили – да, да». Благодаря работе Светлана Алексеевич женщины войны заговорили. Сегодня на основе очерка создано много фильмов. На сценах театров показаны самые разные интерпретации историй. У каждого свое видение. Народный театр «Маска» поселка Медведево обратился к этой постановке год назад. Этот спектакль уникален тем, что за этот час он раскрывает судьбу всех девчонок военного времени. И еще уникален тем, что у него нет такого счастливого конца, что война закончилась и все хорошо. Потом показаны реалии то, что происходило после войны. То есть вот одна девушка, например, приходит домой, а у нее там разруха, голод, братья без одежды, мама. У кого-то родители погибли. Кого-то мама выгоняет из дома, потому что у нее еще две младшие сестренки, им еще замуж выходить. То есть об этом очень часто не говорят. Когда ставят спектакли, какие-то фильмы, да, мы очень часто видим, что все заканчивается счастливым концом. Война закончилась, значит будет счастье на земле. Но ведь в действительности все оказалось совсем не так. Ведь когда эти девочки пришли после войны, им стыдно было говорить о том, что они воевали. У каждой девушки своя история. И на фронт они попали при разных обстоятельствах. Кому-то на тот момент было всего 16, кто-то немножко постарше. Уходя на войну, девушки были уверены, после победы их будет ждать счастье и все в жизни будет хорошо. Но история оказалась менее романтичной. На сцене четыре девушки. Здесь нет конкретной героини. Через их образы Народный театр «Маска» показывает всех женщин войны. Абсолютно все военные постановки, они несут какую-то другую энергию. Допустим, когда мы показываем на зрителей, это прямо самая мощная энергия. Это никогда не сравнится с репетициями. Ты переживаешь все эти истории, ты понимаешь, что да, это было на самом деле. И вообще война – это такое трагическое событие, а переживая все их эмоции, нужно показать зрителю, насколько это было тяжело. Как будто ты правда это пережил, хотя это просто невозможно. Вас проводить велит нам чувство долга. Но почему у нас вы были так недолго? Сегодня в Народном театре «Маска» состоит 12 человек. Некоторые из них в творческом коллективе с самого детства. Ксения Васильева в театре с 13 лет. Сначала она играла в детской студии дебют, а затем перешла во взрослый коллектив. Театр «Маска» неоднократно победитель и призер самых разных конкурсов и фестивалей. В коллективе люди разных возрастов и работают они в самых разных направлениях. Народный театр «Маска» существует у нас уже давно. Вырос он из детского образцового театрального коллектива. И занимаемся мы. Занимаются люди в возрасте от 18 лет и старше. И мы всегда очень рады нашим новым участникам. Развиваемся, работаем, ищем своего зрителя, ищем богатый репертуар. Живем, растем, участвуем на фестивалях. Спектакль «У войны не женское лицо» творческий коллектив отправил на фестиваль театральной при Волжье. Кстати, в этом году проект претерпел некоторые изменения. В этом году проведение фестиваля можно назвать особенным. В первую очередь изменились сроки его проведения. В этом сезоне фестиваль стартовал в сентябре 2020 года и завершится уже в марте 2021. При этом, конечно, большая часть мероприятий регионального окружного этапа ушла в онлайн-формат. Кроме того, в связи с проведением в 2020 году «Года памяти и славы в России» мы ввели дополнительные номинации для спектаклей, посвященных Великой Отечественной войне. Объявление итогов фестиваля состоится 27 марта в режиме онлайн для представителей каждого из 14 регионов округа в формате Евровидения с подключением, а изучить результаты голосования членов жюри. Посмотреть трансляцию в прямом эфире может каждый желающий на сайте фестиваля. Мы надеемся, что наш фестиваль станет точкой притяжения для всех, кто любит театральное искусство. 14 регионов ПФО, 28 постановок лучших школьных и молодежных театральных коллективов составят калейдоскоп театральной палитры. Каждый коллектив уже стал лучшим в своем регионе. Финалистов определят в марте. Отмечу, инициатором реализации театральной идеи стал полномочный представитель президента России в Приволжье Игорь Комаров. Продолжение следует...